Друзья, вот сидит белочка, я не знаю, видно там из-за кустов или нет, за кустами, вон побежала, принесла какой-то орешек или желуд, пробежала вот здесь, хотела закопать, но меня увидела, зашла за кустик и закопала. По статистике белки самые такие, 80% деревьев рассаживают именно белки, они закапывают желуди, шишки и все такое, и потом сами не знают, где закопали. Друзья, с можжевельниками я закончила, вот это казацкий можжевельник, один, два, три, вот там 4-5, вот они получились вот такие, в начале видео вы видели, какие они были, вот, ну сразу видите, как свободно, а то даже прохода не было, Теперь осталось мне обработать азалии, косты, вот, вот столько я настригла, много, это причем три таких кучи, ну вот, и буду потом еще заниматься вот этим вот зеленым забором, но это уже не сегодня. На этом все, друзья, не знаю, было ли полезно вам это видео, если не жалко, ставьте лайки, вот покажу, как видите, сучки я поспиливала, ну, триммера у меня нет такого электрического, я, конечно, механическим путем, ну, думаю, нормально. И так как эти практически уже около полтора года они не стриглись, эти кусты, думаю, сейчас для них это, конечно, запущенные они, поэтому переросли, скажем так. Ну, будем надеяться, что они еще раз пушатся, и вот эти вот места все затянутся. Я еще понаблюдаю, те, что два месяца я здесь буду, я понаблюдаю, идет ли какой прогресс, хотя сейчас у нас уже начался октябрь, но вряд ли будет там заметный прирост, ну, посмотрим, что будет дальше. На этом все, ребят, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, и до скорых встреч, пока-пока.